Редкую для городских дворов птицу заметили в Первоуральске. На проспекте космонавтов поселилась серая цапля, что привело пернатую в каменные джунгли и от кого ее пришлось спасать местным жителям. Расскажет Дмитрий Коньков. Такую картину около восьми утра увидели жители пятиэтажки на проспекте космонавтов. Возле дома появилась обитательница болот, рек и озер цапля. Ее не пугали даже другие обитатели двора, кошки, которые увидели в ней свой завтрак. Неравнодушные горожане решили спасти пернатую от усатых и полосатых. Шоки были, как она вообще появилась в городе. У всех здесь был вопрос, что как она появилась в городе, откуда она могла появиться. Что вообще, ну да, рядом пруд, но все равно. Сходила, взяла плед, потихонечку подошли, цапля, вообще понимала, что видимо ей нужна помощь. Она вообще ровно, вообще все спокойно. Мы ее посадили, вызвали такси, девочки скинулись мне на такси, все значит, повезли ее. Дикую птицу на временную передержку в свой дом приняла волонтер городского общества защиты животных Оксана Котова. Для цапли даже нашли большую кошачью клетку. Как оказалось, в питании птица непритязательна. С большим удовольствием ест куриные лапки и мясо цыпленка. Оказавшись в импровизированном вольере, цапля успокоилась и даже нашла общий язык с местными кошками. Мы не знали, куда деть сначала птицу, но потом я решила, что пока могу приютить, а потом будем искать ей дальнейшее место жительства. Птица, она идет на контакт к человеку и такая очень непугливая. Получается, что птица общалась ранее с людьми. Как рассказывают орнитологи, цапля серая, обычная для Урала птица. Летом они прилетают к нам из Африки и Южной Азии. Вьют гнезда, высиживают птенцов и улетают на зимовку. Несмотря на миролюбивый внешний вид, серые цапли – хищники, причем очень изобретательные. Чтобы приманить рыбу, свою основную пищу, они мутят воду. Во время охоты с помощью крыльев они создают тень, чтобы лучше видеть, что происходит под водой. Идут они и на другие хитрости. Один из самых интересных способов, который отметили ученые, то, что серые цапли берут у людей хлеб, которым они подкармливают птиц, и несут его в подоем. Бросают и ждут, когда на этот хлеб приплывут рыбы. Первоуральские зоозащитники передали цаплю в специализированный питомник. Там ее осмотрели ветеринары. По их словам, птица совершенно здорова, но истощена. После трех недель лечения и усиленного питания ее отпустят в дикую природу. И в середине сентября она улетит в жаркие страны. Дмитрий Коньков, Андрей Агарков. Новости. Первоуральск.